Слава Украине! Привет всем от Полонского! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Давайте глянем, где, чего, куда и как происходило. Значит, прежде всего, где именно? Продолжаются сумасшедшие атаки расистов под Авдеевкой, но и сумасшедшие, и бесплодные, я вам скажу, потому что у них ни черта там не получается, психи от этого идут. И они пытались бросить наш плацдарм на левобережье Херсонщины, в Херсонской области, что тоже не получилось и привело к прямо противоположным результатам. И так в Авдеевке они просто тупо положили там на промке немереное количество чмобиков, и чмобиков, и контрактников, там разные люди, вот, просто там все завалено ими, но они ее до сих пор не взяли, да, и, судя по всему, не возьмут. ВКХЗ, они там под забором постояли, постояли, им там навешались весь дюлей, опять куча трупов, они отошли, откатились оттуда. Под стоповым наши перешли в контрнаступление. Короче говоря, опять, надо понимать, что каких-то таких, знаете, категорических изменений линии фронта нет. Но соизмеримо тем потерям, которые несут расисты, их нулевое продвижение выглядит просто, ну, издевкой над ними же. Ну, вот так им это нравится. Уже там погибло людей больше, чем под Бахмутом, чтобы вы понимали. То есть там полный аут. Аут и аннигиляция российской армии, да, происходит. И второй интересный момент, это вот под Херсоном, собственно говоря, с другой стороны моста, в сторону, скажите мне, Новой Каховки. Там бои происходят, расисты пытались сбросить наш плацдарм. В результате, в результате, 810-я их, вот эта знаменитая бригада отказалась идти в атаку, потому что несла сумасшедшие потери при нулевом продвижении. Там у них не лады пошли, обвиняют один другого, другой третьего. Короче, пошел же Багадюкинг. Толку для них никакого нет. Наши переходили в атаку и, кстати, оттеснили их еще дальше. Вот это все, чем там закончилось. То есть у них сейчас там происходят поиски виноватого в провале под Херсоном. Ну, пока что так вот ситуация, такова, как она есть. Танки БМП, БТР, они пытались по минимуму использовать, потому что их не так много. Несмотря на то, что Путин кричит, что у них там промышленность заработала, все у них заработало. Я не знаю, что у них там заработало в результате или не заработало. Но те танки, которые можно было, и БМП, которые можно было быстро восстановить, они быстро и восстановили. Все остальное такое, они же сразу потянули то, что подлежит восстановлению. А все остальное представляет из себя такой хлам, который восстанавливать можно десятилетиями, и хрен восстановишь. Ну, вот и все. Ну, что там открытого хранения, все, чтобы вы понимали. Там капец полный. Вот. И, собственно говоря, давайте посмотрим теперь по цифрам. По цифрам. 860 Путерастов за вчерашний день. Это чуть меньше среднего. Среднее за ноябрь месяц 921 Путераст. Ну, тоже достаточно вполне. Всего, значит, отправлено на концерт Кобзона 326 440 штук лишнего состава у Путина. Дальше. Три танка. Ну, я и говорил, что сейчас они пытаются их беречь. Три танка за вчерашний день. 5 523 в общей сложности. И три бронемашины различных типов. Соответственно, 10 285. Было бы 825 лучше. Ну, ладно. Окей. Тоже сойдет. Одна арт-система. Видите. Вот они сейчас прятать все это. Пошли. Технику пошли прятать. 7 876 всего. Самолеты-вертолеты. У нас остаются старые значения. 323-324. Пытаются к линии фронта не подлетать. Если сбрасывают авиабомбы, сбрасывают их с расстояния километров 60. Причем расисты жалуются, что вот в последние разы, когда они пытались взлетать, то на расстоянии 69 километров от фронта они уже попадали в захват какого-то украинского непонятного РЛС. И они уходили. То есть, они не знают, что это такое. И стремаются, как говорится, подлетать ближе. Раньше такого не было. Да, что еще интересно, за вчерашний день, значит, тут еще дается 3 грузовика и автоцистерны. Общее количество 10 302. То есть, ну сейчас смотрите, мы не можем использовать толком из-за вот этой погоды, которая, ну сейчас сами видите, ветер и снег, а кое-где дождь и не пойми что. Дроны использовать тяжело. Авиаразведку использовать тяжело. Все это сложно. Соответственно, Гамсалым, то, что находится на фронте, вот, то, что на фронте, ну вот это и отражается в потерях лишнего состава у расистов, потому что им свой лишний состав не жалко. Они их как в лобовые атаки гнали, так в лобовые атаки продолжают гнать. Ну, собственно говоря, окей, это ваш выбор, как говорится, утилизировать собственных солдат. Все будет Украина.